Стандартное дорожное происшествие с необычными оправданиями виновника пришлось разбирать сотрудникам ДПС в индустриальном районе у перекрестка с улицей Подгаева. Оба транспортных средства двигались по лейтенанту Орлова в одном направлении, от центра города в сторону Волочаевской. Toyota Highs ехала по правому ряду, Nissan AD позади, по второй полосе. Судя по следам от покрышек, водитель универсала предпринял экстренное торможение и в то же время переместился из левого ряда в правый, в результате чего произошло столкновение. Микроавтобус в этот момент находился перед пешеходным переходом. После мощного удара в задний бампер Toyota прокатилась вперед и оказалась далеко за пределами перекрестка с другой его стороны. Банальная авария, в результате которой большие повреждения получил Nissan, виновника ДТП, в его запутанном изложении выглядела невероятно сложной. Молодой человек говорил, что шофер микроавтобуса, похоже, собирался свернуть налево из первого ряда, но он вовремя разгадал его замысел. Юноша начал тормозить и уклоняться, но сидевший за рулем Хайса вроде как передумал маневрировать и остался в своем ряду. Я тормозить еще начал, получается, вот я начал обруливать его, и я понимаю, что он едет уже в мой ряд, я уже начинаю тормозить, и тормозной путь вот такой длинный, и не получилось. Хайс где находился, когда вы в него врезали? Хайс, он когда... Характер повреждений, следы торможения и разлет осколков плохо согласовывали со словами водителя универсала. При этом он упорно приписывал оппоненту мысли и намерения, знать о которых мог только экстрасенс. Начинающий автолюбитель не смог ответить на простой вопрос инспекторов, почему в ходе этих длительных наблюдений молодой человек не остановил свою иномарку и не предотвратил столкновение. В изложении же второго участника событий все выглядело куда прозаичнее. Водитель Хайса ехал по первой полосе, не меняя траектории, когда в заднюю часть машины совершенно неожиданно влетел АД. С места происшествия Валентин Борозняк, Михаил Сергеев и Виталий Векслер.